Центральные защитники Начну с вопроса. Какова главная задача центральных защитников? Ответ очевиден, но давайте его все же озвучим. Главная задача центральных защитников не допустить прорыва обороны по центру, а когда соперник с мячом находится в непосредственной близости, необходимо сделать все, чтобы он не произвел удар по воротам. Итак, не допустить прорыв по центру и делать все возможное, чтобы не допустить удар по воротам из зоны своей амплуальной ответственности. Давайте вначале определимся с зоной амплуальной ответственности. Строгих указаний по поводу таких границ не существует. У каждого тренера свое понимание зоны амплуальной ответственности центральных защитников. Более того, большинство тренеров вряд ли когда-нибудь задумывались о зонах амплуальной ответственности всех без исключения футбольных амплуа. И если я прав, то может быть и нет смысла задумываться над этим? Как вы считаете? Я считаю, что для любого футболиста главное выполнить свою амплуальную функцию на 5 баллов, а потом уже думать о помощи партнерам по команде. Не претендуя на истину последней инстанции, покажу свое видение зоны амплуальной ответственности для двух центральных защитников. Смотрим рисунок. Зона амплуальной ответственности для центральных защитников обозначена желтым полупрозрачным прямоугольником. Сразу бросается в глаза, что зона амплуальной ответственности для правого центрального защитника по ширине поля меньше, нежели у правого защитника. И соответственно зона амплуальной ответственности для левого центрального защитника меньше, нежели у левого защитника. Я не претендую, еще раз повторяю, на истину последней инстанции. Это лишь мое видение игры и только. Озвученные зоны амплуальной ответственности для центральных защитников уже хотя бы потому, что зона каждого из них намного ответственнее, нежели зона фланговых защитников. Ведь из зоны амплуальной ответственности фланговых защитников удар может быть нанесен с очень малой вероятностью. А вот из зон центрального защитника удар может быть нанесен с очень большой вероятностью. Итак, центральные защитники обязаны держать под замком желтый полупрозрачный прямоугольник для нападающих соперника. Это главная обязанность. Вот теперь, когда мы определились с зоной амплуальной ответственности для центральных защитников, можно поговорить и об амплуальных законах ведения игры для них. Первый закон. Какие бы задания ни давал тренер, главной обязанностью центральных защитников является блокировка прорыва обороны соперникам по центру. Второе. Подстраховка фланговых защитников возможна только тогда, когда отсутствует угроза перевода мяча в центр с последующей атакой через центральную зону. Третий закон. Святая обязанность центральных защитников – это владение в совершенстве первым контратакующим пасом. Об этой передаче нужно думать даже тогда, когда соперник атакует. Ведь если об этом не думать, то отобрав мяч или подхватив отскочивший мяч, вы не будете знать, что с ним делать на протяжении какого-то времени, что умертвит шанс мгновенной контратаки для команды. Четвертое. Обороняясь, центральные защитники обязаны держать под контролем местоположение опорника и центрального полузащитника, ведь не всегда удается сделать первый контратакующий пас своим нападающим. Нужно быть готовым начать развивать атаку коротким или средним пасом опорнику или центральному полузащитнику. Почему я говорю о центральном полузащитнике? Ведь пас центрального защитника в случае перехвата мяча могут сделать одному из вингеров, правильно? Конечно же могут, но дело в том, что игроки центральной полосы всегда были и есть и будут более приоритетными, так как с их позиций веер возможных продолжений всегда выглядит более широким и предпочтительным. Пятый закон. Если соперник находится в начальной фазе производства удара по вашим воротам, то блокировать этот удар необходимо тогда, когда вы уверены, что сможете отбить мяч в сторону. Если же блокировка удара для вас затруднена в силу вашего расположения на поле, то лучше удар не блокировать, чтобы избежать роковых рикошетов, делающих вратаря беспомощным. Шестое. Так как игроки центральной зоны обороны находятся на последней линии, примыкающей к воротам, то играть нужно максимально просто, максимально надежно и максимально быстро, чтобы не давать шанс для перехвата сопернику. Вынос мяча к центральной линии поля не является грубой ошибкой для защитников. Если не уверены в продолжении игры, лучше вынести мяч подальше от своих ворот. Седьмое. Учитесь, играя головой при фланговых штрафных или просто атаках соперника, выносить мяч адресно, а не просто подальше от ворот. Не забывайте о том, что впереди вас находятся хаффбеки, которые ждут от вас точных передач. Другими словами, вынос мяча подальше от ворот – это хорошо. Вынос мяча головой или ногой в виде адресной точной передачи – отлично. Никогда об этом не забывайте. Выдающийся защитник очень редко выносит мяч куда попадя. Большинство его выносов мяча – это адресная передача партнеров. Седьмой закон. Никогда не позволяйте себе идти в обводку соперника, находясь на последней линии обороны. Даже тогда, когда ваша команда выигрывает с разгромным счетом, все равно не делайте этого. Обводка соперника на последней линии – это необоснованная игра на публику. Это понт. Это самолюбование, которое пользу команде никогда не приносило и не принесет. Восьмой закон. Учитесь бить с контровых накатов. Причем обеими ногами. Когда ваша команда атакует, у вас есть возможность нанести удар с дальней дистанции. Особенно ценен такой удар, когда мяч летит к вам навстречу. Ведь в этой ситуации скорость полета мяча при ударе увеличивается на десятки процентов, если не в разы. А если учесть, что подобные удары смертельно опасны из-за непредсказуемости просчитывания траектории полета мяча вратарями, то такие удары должны быть на вооружении у любой команды. Девятый закон. Не увлекайтесь перебрасыванием мяча поперек поля. Ведь ваши партнеры делают короткие и средние рывки, предлагая себя, а вы не обращаете на это внимания, занимаясь холостыми передачами, далекими для обострения игры. Десятый закон. Вы обязаны владеть высоким прыжком. Если в фазе атаки это совсем для вас не обязательно, то в фазе обороны ваш высокий прыжок сможет уберечь вашу команду от удара головой соперникам, находящимся за вашей спиной. Сейчас в современном футболе стремятся заиметь центральных защитников высокого и даже очень высокого роста. Не вижу в этом острой необходимости. При отшлифованной технике высокого прыжка игрок среднего и выше среднего роста может успешно соперничать с высокими игроками, если техника прыжка у последних оставляет желать лучшего. Одиннадцатый закон. Доводите вашу технику подкатов до совершенства. Защитник, который не умеет делать все три вида подката, это не защитник, а недоразумение. Двенадцатый закон. Учитесь считать игру по глазам соперников. Их взгляды, особенно последние перед тем, как коснуться мяча, находящегося в ногах, могут дать вам всю необходимую информацию для успешного проведения перехвата мяча и даже его отбора. Тринадцатый закон. Опережайте соперников, находящихся к вам спиной и не утруждающих себя приемом мяча в недодачу. Если соперник получает мяч с расстояния 20-30 метров, то, находясь за спиной у принимающего, вы имеете все шансы опередить его и перехватить мяч, выскочив из-за его спины. Очень часто это приводит к успеху, так как большинство футболистов ленивы и не перестраховываются приемом мяча в недодачу. Четырнадцатый закон. Не грубите в фазе обороны. Ваша грубость может обернуться штрафным с последующим голевым ударом. Не испытывайте судьбу. Играйте жестко, энергично, но по правилам. Соперник, видя, что вы не грубите, сам в свою очередь будет относиться к вам аналогично. Никогда не забывайте о поговорке. Как аукнется, так и откликнется. Под пятнадцатый, последний закон. Если тренер назначил вас персональным опекуном какого-то опасного игрока команды, то не прилипайте к нему, так как рискуете нарваться на обманное движение и остаться за спиной у опекаемого футболиста. Располагайтесь рядом, но на некотором расстоянии, которое не позволит вашему визави сделать неожиданный для вас маневр. Еще и еще раз хочу сказать, что любая рассматриваемая тема безгранична в своей глубине, поэтому озвучить все, абсолютно все, амплуальные законы ведения игры невозможно. Если будете придерживаться озвученного, то успешная карьера вам гарантирована. У меня все, господа.